Продолжая тему управления доходом, основная история, с чем сейчас все-таки связана и что в качестве позитивной тенденции видно и на сегодняшнем мероприятии в рамках данного мероприятия. Это звучало, что в принципе ательером так или иначе нужно объединяться, нужно общаться, нужно обмениваться какими-то данными, информацией, нужно поддерживать связи, то есть не стоять в такой прямой конфронтации друг с другом, что я обособленное какое-то звено, ни с кем не общаюсь, я существую сам по себе. Безусловно, нужно стремиться к некой открытости. И вот эти призывы в том числе, они звучали. С нашей стороны то, чем мы занимаемся, то, к чему мы пытаемся привлечь ательеров, это вопросы, связанные с рыночной аналитикой, с правильным пониманием себя в конкурентной среде. То есть, как мы работаем, каких результатов мы достигаем, что нам нужно смотреть и как правильно оценивать для того, чтобы с точки зрения управления доходом, с точки зрения операционных показателей, понимать, что мы работаем правильно, лучше или хуже мы работаем. То есть, некий момент, безусловно, и соревновательности присутствует. И, скажем так, большая часть выступлений на подобных мероприятиях, она именно посвящена тому, чтобы объяснить коллегам как раз-таки вот эти моменты. Что нужно обмениваться, что нужно работать, что нужно не бояться этого, да, при том, что мы не раскрываем какие-то наши финансовые показатели, сколько мы там на что потратили, да, какие наши клиенты, какие их контакты, каким ценам мы продаемся, да. Мы оцениваем некую такую внешнюю информацию, которую, по большому счету, вреда никому не принесет, даже если вдруг каким-то способом, да, она там окажется в руках конкурентов, да. Но эта информация, она как раз-таки позволит правильно себя и позиционировать на рынке, правильно оценивать, что мы получаем, как мы получаем, эффективно мы работаем, неэффективно. И постепенно, на наш взгляд, сколько мы этим уже вопросами чуть больше года занимаемся, достаточно активно, да, постепенно, постепенно, медленно, но в сознании отельера все-таки зарождается мысль о том, что, а действительно, что вот то, что мы внутри имеем своего отеля, например, там планы, бюджеты или еще что-то, да, оно, ну, этим не ограничивается наше сравнение результатов, да, и понимание, чего мы достигаем. И, безусловно, для того, чтобы четко оценить, нам нужно знать, что уже происходит у конкурентов. Вот. Ну и по, скажем так, эта тенденция потихоньку видна по тем результатам, по тому количеству отелей, по тому количеству звонков и заявок, которые мы, в принципе, получаем от коллег. В этом плане, что для нас тоже достаточно интересно, региональные отельеры, они ведут себя наиболее активно. То есть, скажем так, Москва в данном списке, она, наверное, аутсайдер, да, и очень странно иногда слышать от коллег, именно московский, когда читаешь в тех же самых ваших там интервью, или слушаешь какие-то интервью по телевизору, да, там были такие-то показатели, а кто знает, откуда получены эти показатели, там была такая-то загрузка, откуда взялись эти показатели, да. Безусловно, есть инструменты, которым пользуются сетевые отели, тот же самый СТР Глобал, да, это стандарт, это определенные правила работы, да. Но в рамках нашего рынка, к сожалению, это лишь очень такая маленькая часть отельеров, которая, к сожалению, в своей совокупности не дает общего представления о том, что происходит на рынке. И, в частности, то, к чему мы призываем, да, отельеров, в том числе и при помощи нашего продукта, да, что чем больше отельеров будут в этом участвовать, тем более целостная и правильная и понятная картина будет у нас о том, что происходит в нашем городе, на нашем рынке, в регионе и так далее. То, что касается, вот как раз-таки регионов, да, там, возьмем, например, отельеров Екатеринбурга, весьма активно. И, на самом деле, многие инициативы, они исходят как раз-таки от ассоциаций отелей, клубов, отельеров, да, в плане того, что, ребята, это нужно делать, этим нужно заниматься, и это всем нам будет только на пользу. И региональные ассоциации как раз-таки вот показывают в этом плане себя наиболее сплоченными, наиболее понимающими, да, для чего это нужно, и стараются, как бы, вот эту мысль в том числе и на неком своем уровне, да, вот донести до своих коллег, что, ребята, нам это нужно, да, нам нужно понимать, в каком рынке мы работаем, что у нас происходит, что мы делаем так, что мы делаем не так. Опять же, мы не говорим о каких-то таких прямых обменах, там, что вот я тебе показал, да, ты мне. Это, безусловно, все конфиденциально, но в общем и целом это рисует определенную картину. И вот постепенно там, по такому же пути мы там идем, Екатеринбург, например, да, Краснодар, как ни странно, Владивосток, наша самая отдаленная точка, да, там весьма активно отельеры, и постепенно с пониманием относятся к тому, что нужно. В Калининграде есть, в целом у нас сейчас порядка 27 городов, где так или иначе есть интерес со стороны отельеров подобного рода обмена информацией. В принципе, каждый день появляются какие-то новые отели из других городов. Сложность здесь в том, что нужно, чтобы не был один отель, да, нужно, чтобы как минимум какая-то совокупность или группа отельеров, да, понимала, что в рамках какого-то города, да, этой информации нужно. То есть там просто друг с другом или просто там один отель, к сожалению, это будет не показательно, это будет просто работа со своей такой же статистической информацией, да. Для этого нужно, чтобы все-таки определенное количество отельеров, да, понимало, что этим нужно заниматься и это нужно использовать. Вот. В рамках наших выступлений, в рамках данного мероприятия, опять же, мы пытаемся объяснить, показать на примерах, на наших примерах, на каких-то инструментах, которые мы используем в нашей практике, которые мы предлагаем там, что отельеры могут себе сделать, у себя в отеле установить, как правильно вот ту информацию, которую они получают с рынка, да, интерпретировать и как ее правильно переносить на, собственно, показатели своего отеля, да, и что это им будет показывать, и как раз-таки сравнивать вот то, что если бы мы работали, зная только наши бюджеты, да, там, или зная наши текущие показатели, и что мы дополнительно получаем, работая с рыночной информацией. И для многих, к сожалению, там, это такой момент, как бы правильно сказать-то, не то, что сложно воспринимается, да, но у нас вообще, вот, как и, наверное, в предыдущих интервью, там, я говорил, да, что есть сложность, что люди не любят цифры, люди, отельеры не любят работать с цифрами, да, весьма сложно к этому относятся, и даже вот в рамках таких мероприятий, к сожалению, очень сложно именно объяснить, так как много цифр, много показателей, какие-то расчеты, пускай и базовые, да, они достаточно тяжело воспринимаются, да, иной раз, там, на некоторых мероприятиях приходится брать, там, калькулятор, давать какую-то простую задачку, да, и мы считаем те базовые показатели, которые, в принципе, отельеры, ну, должны знать, да, там, обычными математическими какими-то действиями, да, там, плюс, минус, умножить, разделить, да, мы уже получаем какие-то показатели, которые так или иначе нам характеризуют деятельность нашего бизнеса. Соответственно, вот эти мероприятия, подобного рода, да, и все остальные, чем хороши, что есть возможность до определенной, там, группы отельеров, да, постепенно доносить вот эту мысль, как это делается, что делается и для чего это делается. Есть такая статистика, что в отельной среде, особенно среди тех специалистов, которые занимаются, там, анализом бизнеса, или вопросами управления доходом, или, как минимум, руководитель отдела продаж, те люди, которые, там, занимаются бюджетом, занимаются тарифом, занимаются ценами, а уровень математического, даже не уровень, а количество людей, которые имеют, так или иначе, либо финансовое, либо экономическое, либо математическое, либо какое-то статистическое образование, оно предельно мало, да, и вот, особенно в отельной среде, вот, как ни странно, да, вот эти специалисты, оно совсем незначительное количество составляет. Вроде бы все вопросы связаны с финансами, но, к сожалению, цифры называют некое отторжение. И получается, что заново приходится с кем-то вспоминать какие-то базовые математические принципы, базовые какие-то статистические модели. Хотя это все в школе, в университете, все проходится, понятно, что забывается. Но вот именно здесь, если мы говорим о гостиничном анализе, об анализе показателей, как раз-таки, пускай на примитивном уровне, но оно все работает. Хотя бы если на таком уровне подружиться с цифрами, достаточно просто и в некоторых моментах даже очевидно станут какие-то показатели, то есть вы сможете по-другому на них взглянуть. И это, опять же, будет способствовать лучшему пониманию своего бизнеса. Если мы говорим о том инструменте, который предлагается, безусловно, он делал как раз-таки исходя из вот этой вот истории, что, к сожалению, немногие хотят тратить много времени на различные таблицы, цифры, работу с отчетами и так далее. Поэтому в данном продукте это все упрощается до каких-то отчетов, которые, в принципе, будут понятны даже линейному персоналу, не говоря уже о собственнике, не говоря уже о том, что управляющий или директор отдела продаж. То есть минимизируются вот все ручные какие-то действия, связанные со сбором информации, в ее обработке представления в таком-то виде. И, грубо говоря, получая там ежедневно 3-4 отчета, да, любого уровня отельяр сможет уже понимать, что происходит, по крайней мере, там на текущий день, на предыдущие периоды, что происходит у себя в отеле. Безусловно, система сделана таким образом, да, что мы исходим как бы от общего к частному, от простого к сложному. И независимо от уровня отельера, да, от его желания детализировать все эти показатели и углубляться там или не углубляться в цифры, да, каждый сможет найти себе то, что нужно. Вот, и в этом как бы основная, наверное, прелесть, да, потому что если берем европейские аналоги для отелей, которые там с этим привыкли работать, которые знают, что у них стандарт, это все для них просто читабельно. Но, к сожалению, это всего лишь 5-7, может быть, процентов рынка, остальные 93. Соответственно, нужно какое-то решение. Как раз-таки здесь мы с учетом наших отечественных реалий, да, с учетом особенностей рынков, с учетом особенностей отельеров, мы пытаемся как раз-таки вот эту всю сложную модель перевести в какой-то простой, понятный, доступный инструментарий, который как раз-таки с одной стороны будет доступен любому отельеру, с другой стороны даст важную информацию, которой раньше без обмена данными, да, у отельеров не было возможности использовать. Ну и, безусловно, если мы говорим об обмене данным, он как раз-таки конфиденциальный полностью, да, и закрываются все вопросы, связанные, а почему я там должен вот там отелем через дорогу, да, там своему конкуренту показывать какие-то свои цифры. Нет, безусловно, да, здесь эти вопросы, они закрываются тем, что это именно конфиденциальный обмен, и мы сравниваем свои показатели с некой группой отелей, с намным или там дополнительным второстепенным конкурентным кулом, да, и это нам дает уже возможность видеть, что хорошо, что плохо. Мы не видим каких-то конкретных цифр, что сразу отметают вот эти все опасения, связанные с тем, что кто-то узнает мои показатели. При этом даже, опять же, повторюсь, что если кто-то узнает какие-то показатели, по большому счету они никому ничего не дадут, и какой-то коммерческой, там, скажем, тайной, или тем, что связано с нашими клиентами, их контактами, ценами, там, сегментами, кто куда мы там, кого селим, какие цены, какие периоды и так далее, этого всего нет, да, то есть этого не нужно бояться, эти опасения сразу снимаются. Другой есть момент, например, связанный с, собственно, работой системы, да, например, многие отельеры, там, да, жалуются на то, что, там, у меня нет времени, там, заносить информацию, например, да, при том, что, если, например, там, рядом сядешь с отельером, скажешь, ну, вот тебе нужно внести 30 секунд, одно, второе, третье, это занимает не более 30 секунд. Безусловно, как и любой продукт, мы сейчас движемся в сторону и автоматизации этого процесса, то есть общаемся с представителями ПМС, да, поставщиков, вот, соответственно, с кем-то уже есть договоренности, уже есть стыковки, например, с Adelink, да, то есть она уже работает полностью, и те отельеры, которые, у которых стоит Adelink, да, они могут спокойно, там, без человеческих ресурсов всю эту информацию выгружать, тем самым это облегчает, мы видим сразу уже, что у нас в системе занесено. Вот, с остальными, я думаю, что тоже это просто вопрос времени, но в эту сторону все идет, потому что с точки зрения развития хочется давать отельерам возможность более широкого взгляда, чем это есть сейчас, да, то есть мы, опять же, уходим от какого-то базового уровня уже на немножко иной, да, но, опять же, в этом ином уровне, да, будет определенный базовый уровень, который будет позволять чуть-чуть шире смотреть на свой бизнес и видеть те показатели, которые не каждый отельер там сможет у себя посчитать с помощью Excel, да, или, не знаю, там, на бумаге, например, да. Вот, то есть в этом плане, скажем так, движемся в ту сторону, что полезно рынку, да, и я думаю, что там вопрос ближайшего будущего, когда основной функционал, который хочется предоставить отельеру, он будет сделан. Любая цель любого инструмента, который мы используем в отеле, или хотим использовать в отеле, это определенное влияние на финансовые выборы, и данные, которые забираются с рынка, которые представлены в системе, и в целом вообще рыночная вся информация, она как раз-таки и направлена на то, что при правильном взгляде, при правильном разрезе, при правильном использовании отчетов, мы сможем запросто легко определять наши слабые и сильные места, мы становимся в какой-то степени конкурентоспособными, да, то есть мы видим, где продаемся лучше, где хуже, мы можем определять наши слабые или сильные стороны, куда нам можно двигаться, и за счет чего мы можем оптимизировать наш бизнес, да, что, опять же, если мы оптимизируем, любая оптимизация, да, она должна приводить к положительному результату. С другой стороны, даже если мы что-то пытаемся делать в отеле, используя какой-то другой инструментарий, например, системы управления доходом, да, рыночная аналитика, она позволяет как раз-таки видеть эффективность использования того или иного инструмента, да, это все отражается в цифрах, отражается в показателях, и приносит нам это денег, не приносит это денег, и как раз-таки данный инструмент в том числе позволяет видеть отслеживание. Отлично.